Всем привет, друзья! Это третья и финальная часть противостояния светового флэша и звукового соника из аниме One Punch Man. Если хотите, чтобы я и дальше озвучивал веб-мангу, напишите в комментариях. Для меня важно знать, что вам это нравится, ведь если это не так, то и смысла нет выкладывать подобные видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Ну а с вами, как всегда, Аниманга, и мы начинаем! Не надо смотреть без подписки. Ты слышал, мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Чудесно. Последние убийцы, взвращенные в деревню. Я слышал, что во время ваших тренировок были допущены ошибки. И в итоге вы вышли провальными образцами. Однако, судя по вашим способностям, вы достигли ужасающего уровня совершенства. Почему ты предал нас, световой флэш? Он просто эгоист. И все-таки, к несчастью, такие, как мы, совсем не читаем его. И так как он уже знает о вашем существовании, для вас больше нет будущего. Сильнейший в истории. Главный ниндзя среди ниндзя. Человек, который когда-то стоял во главе индустрии наемных убийц. И правил миром из-за кулис. Вместо того, чтобы уйти из передовых после создания деревни ниндзя, он продолжил убивать всевозможных лиц. Количество жертв исчисляется шестизначным числом. Он совершенно безжалостен. Даже величайшие личности, имена которых остались в истории, пали от его рук по работе. По слухам, его истинная природа и вовсе не человеческая. М? Чего? Как-то раз один мой товарищ исследовал его скрытое прошлое. Чуть позже он бесследно исчез. Но он смог подтвердить, что он был жив и продолжал убивать людей на протяжении трехста лет. На разных частях его тела. Разные оттенки кожи. А в самом теле будто бьется не одно сердце. Добавок ко всему, если у жертвы сильное и здоровое тело, он забирает с собой всю кровь и внутренности с места убийства. Судя по этим описаниям, напрашивается лишь один вывод. Не проблема. Я уже привык в последнее время сражаться с нелюдьми. А самое важное в том, что он обладает невероятной силой. Даже если бы мы все атаковали одновременно, это даже боем было бы не назвать. Он бы расправился с нами, как с младенцами. Я и представить не могу, чтобы человек был способен на подобные движения. Он мог использовать ниндзюцу со своей фантастической силой по 4-5 раз каждые две доли секунды. Если он будет сражаться серьезно, вы двое умрете менее чем за секунду. Это невозможно. Ты галлютигенов объелся? Слишком много времени в деревне провел? Совсем мозги промыли? Не говоря уже о том, что он уже проигрывал Бласту в прошлом. Как только вы встретите его лично, вы все поймете. Прямо сейчас он ждет, когда мы принесем ваши головы в твоем старом укрытии. И он тут же начнет действовать, как только узнает о нашем поражении. И вы сразу же осознайте, как бы вам повезло, если бы вас убили мы. Ты со своим он, он, он с придыханием, как заевшая пластинка. Ниндзя, которые посвятили жизни изучению ниндзюцу, пришел конец. Вот так трагедия. Болтай, болтай. У вас нет никаких шансов сбежать от него. Кто хоть слово сказал о том, чтобы сбежать, а? Да уж. Я уже не понимаю ничтожный ход мысли у слабаков. Похоже, наш сильнейший ниндзя сам напрашивается, чтобы мы на него напали. Ну давай, веди меня в свое укрытие, Соник. Не указывай тут мне. Хочешь идти за мной? Валяй. Кстати, в тот день, день выпускного экзамена. Зачем ты это сделал? Только не говори, что тебя на это надоумила какая-то справедливость в сердце. Эти люди были сущим злом. Да и остальные тренирующиеся уже были слишком запятнаны. Лучшее, что я мог тогда сделать, удостовериться, что мой выпускной класс станет последним. Даже со мной этого не обсудил. Мы могли бы разойтись во мнениях. Я хотел по мере возможности избежать конфликтов перед тем, как покинуть деревню. А затем ты выбрал себе карьеру героя? Конечный результат тот же. Повторяешь одно и то же раз за разом. Хоть ты и уничтожил деревню, ты все равно проиграл. Даже если ты сменил свой титул. Свой образ жизни не изменить. Сколько негатива. Наверняка у тебя есть причины презирать героев и помимо меня. Перед твоим инцидентом появился еще кое-кто. Кто хотел атаковать и уничтожить нас в день выпускного экзамена. Именно Бласт атаковал деревню ниндзя, которая как раз переживала упадок боевой силы. Он не пожалел ни одного из сирот. Естественно, будучи наемными убийцами, прошедшими корректировку личности, все младшие и тренирующиеся присоединились к бою. Но их неумелые ниндзюцы были бесполезны против врага. Будучи сильнейшим из всех, только я смог сбежать и выжить. Остальные из тренирующихся разделились, и с тех пор я о них не слышал. Даже если кто-то и сумел выжить, жизнью их существования уже было не назвать. Хочешь сказать, ты хотел, чтобы Бласт спас тебя от того, как ты жил? Да нет, такой вот образ мышления меня тоже бесит. Ненавижу тех, кто о себе высокого мнения, лишь потому что обладает огромной силой. Да и вообще, герои и прочие такие словечки не слишком подходят людям. Никто толком не заслуживает подобного титула. То, чем занимается ассоциацией героев, не так уж сильно отличается от бизнеса наемных убийств в деревне ниндзя. Они просто ведут себя так, будто действуют ради высшего блага. Значит, мучаешься ненавистью к себе? Да ты шутишь. Я совсем другой. Я не полагаюсь на мир вокруг себя, чтобы жить дальше. Бласт. Флэш. Сайтама. Слишком уж много героев мне не нравится. В будущем мы не поладим. Это будет единственный раз, когда мы объединим усилия. Он, его сила все еще неизвестна. Мы приближаемся к укрытию. Скрой свою авру. Тут он на входе. Так он решил атаковать в лоб. Нет, погоди. Это... Сайтама? Ты что тут делаешь? Стоял себе, а тут этот чувак, похожий на ниндзя, ни с того ни с сего на меня прыгает. Он ваш друг? Нет. Ну и славно. Вот это вам. Я толком ничего не понял, но он что-то там сказал про легендарный демонический клинок. Их целых два. А еще тут фитки какие-то. Но ведь довольно древние. Можно продать задорого, наверное. На них, наверное, какие-то суперубийственные ниндзя-техники написаны. И еще полно барахла. Типа сюрикенов разных форм. Ты что, его до Галара сделал там? А? Вот только не надо из меня злодея делать. Он на меня напал. А я просто конфискую его оружие. Вот и все. Эй, Флэш. Насчет того сломанного меча. Мы в расчете? Да? Такой беззаботный. Я планировал провести с тобой еще одну дуэль. После того, как разберемся с ним. Но что-то у меня больше нет настроений на все эти мелочные разборки. Да уж. Я стал намного сильнее с тех пор, как поклялся победить Сайтаму. Флэш, пока не наступит этот день, ты худший в классе. Займешь место моего второго по значимости противника. Сайтама, человек, который станет моим учеником. Если ты вправду каким-то чудом умудришься победить моего сильнейшего ученика, я сражусь с тобой на мечах всерьез. Сайтама, человек, который станет моим учеником. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...